Выпускникам Аграрно-технологического факультета Госуниверситета сегодня вручили дипломы. Многие молодые специалисты, ветеринары, агрономы и инженеры-механики уже знают, где будут работать. С выпускниками поговорила Дарья Булига. Долгожданные документы об окончании учебы сегодня вручили выпускникам Аграрно-технологического факультета. У выпускницы Натальи в руках сразу три красных диплома. Бакалавр, магистр и еще один российского образца. Она агроном по защите растений и у нее уже есть гектар земли, где выращивают клубнику, помидоры и лук. А еще она помогает супругу в его сельхозферме. Приднестровье вообще аграрная страна. Здесь грех не выращивать сельхозпродукцию. Мне это нравится. Все-таки с годами нас тянет к земле. Я прекрасно понимаю, что все хотят быть юристами, агрономами никто не хочет. Но без агрономии мы не выживем. А это Светлана. В руках диплом ветеринара. Светлана хотела стать им с детства. На втором курсе вылечила свою собаку. Работать хочет в одной из ветклиник. Работать с животными – это очень прекрасно, потому что они очень милые. И всегда в глазах их видно благодарность, когда мы их вылечили. И мы чувствуем себя счастливыми, когда мы спасаем близких друзей. Выпускник Данил уже опытный агроном. У семьи есть фруктовый сад, виноградники и поля в Каменском районе. Вот он и пошел учиться на агронома по защите растений. У меня мама агроном, папа агроном. И у них есть земли. Я должен принять это в будущее. Рады тому, что сын получил эту специальность. Он останется вместе с нами и будет продолжать наше дело. Как посеешь, то пожнешь. Как говорится в сельском хозяйстве. Какую зарплату будут получать выпускники, они пока не знают. Мы поговорили уже с работающими специалистами и составили свой рейтинг зарплат в сельхозфирме. Первое место делят агрономы и инженеры-механики. У них зарплата от 8 до 12 тысяч рублей. Тут все зависит от агрофирмы и объема работы. У ветеринаров ставка ниже – от 4,5 до 8 тысяч. Эти суммы примерные. Если в агрофирме видят, что молодой специалист перспективный, то ему могут поднять зарплату. Как нам сказали аграрии, главное, чтобы было кому платить. А если надо будет, молодых специалистов всему научат прямо на работе.